Илита Артсплюй Продакшн представляет Я покажу три плюшки Не важно, это баги или это фишки Не важно Я вот не помню, это первое я показывал или нет По-моему нет Если я показывал, извиняйте Давайте начнем с Некрофоса Некрофос, Ультимейт и Аганим То есть мы знаем Что если мы сейчас накроем врага И убьем с помощью Ультимейта моего Допустим Накрываю его косой Он умирает Бум То мы видим иконку, что его убило Через косу То есть враг не может выкупиться И у него увеличивается время сидения Таверни Правильно, друзья мои? Но Если враг находится под аурой Врейдж Кинга То есть если есть Врейдж Кинг, который собрал Аганим Да, это полная контра То есть Врейдж Кинг с Аганимом полностью Контрит Некрофоса Если враг находится под действием Его ауры Да, и мы также его убьем То у нас Не сработает Аганим Никак Убиваем врага Через косу Да Враг появился Некоторое время Все, он умрет Но мы видим Да, по статусу Что, во-первых Не добавилось время Во-вторых Нету косы То есть враг может Выкупаться Печать беда Ну что делать Ладно, идем дальше Идем Дальше Так, это у нас Девауэр Или Дистрауэр Как раньше он был Девауэр, да Мы знаем, что Когда поставят Барьер Дизраптор Мы не можем Из него выйти Через Форстав То есть я могу выйти До барьера Но не могу В самом барьере Видите, я использую Форстав Вот, сейчас вытолкнуло Если он только Начинает ставить барьер То я могу успеть Видите То есть пока Барьер не поставился Барьер не сразу ставится Вы видите По анимации, да То есть сначала Анимация вот Восходит И все И уже поставился барьер То есть находясь Внутри барьера Форстав Не работает Мы не можем Себя вытолкнуть Вот видите, я жму Не толкает никак Но Но Если мы соберем Алибарду Ой, Алибарду Извиняюсь Пику, да То мы можем Себя вытолкнуть Казалось бы Пика собирается Через форстав Странно Но мы себя Можем Вытолкнуть То есть он ставит Барьер Используем пику И выходим Из-за Барьера Очень просто Все И еще Еще одна плюшечка С пикой, да Как говорится Два стула На одном пике Точеный На другом Дизраптор Смотрите В чем суть Использовав Пику Да Мы получаем Баф За удар То есть мы там Наносим По-моему Четыре удара Или сколько там Четыре, да Я честно говоря Не помню Да Четыре удара Но Суть в том Что Девауэр За удар Получит Четыре Интеллекта Правильно Вот мы видим Прокачанный Первый скилл То есть это Восемь получается Шестнадцать Но Прикол в том Что Даже если Враг умирает Мы все равно Получаем Стаки Первого скилла То есть мы все равно Воруем интеллект Ну-ка подожди Давайте я сейчас Сделю таким вот образом Тейм скайла Давайте сделаем Чтобы было прям Идеально видно Вот То есть что мне нужно сделать Сейчас я ударю его Разок То есть через первый скилл Мы его убьем Наверное Раз одного Или с двух ударов Да То есть Считаем Сколько будет ударов И сколько я украду Интеллекта Поехали Я использую пику Толкает Полетел первый Второй Третий То видите Я убиваю двух ударов Все Восемь Но мы все равно Продолжаем воровать Двенадцать Шестнадцать То есть Но это не потому Что здесь Врэйш Кинг Нет Это не из-за этого Наверное Надо будет сделать еще раз Вы подумаете Что за Врэйш Кинга Эх Эх Ладно Давайте сделаем тогда еще раз Надо чтобы был Эксперимент чистый Максимально чистый Эксперимент Дубль 2 Ну вы все видели Прекрасно Вы видели Да Что я убил Врага С двух ударов Но получил Кражу интеллекта С четырех При том что Два удара Пошли в никуда Должна была быть музыка Как в фильмах Такая смешная Пробуем еще раз Сейчас у меня пройдет Это скилл Давайте я его ускорю Еще раз Я за чистоту Эксперимента Вы понимаете Все Теперь у нас Нету ауры В Рейш Кинга Пробуем Сначала я продамажу Так Давайте побьем его Чтобы я убил Примерно с двух ударов Так Все Оп Оп Ну примерно С одного или двух ударов Не важно Вы все равно поймете Смотрим Сколько ударов долетит Да И сколько мы Своруем интеллекта Пробуем Ра Вот С одного удара Наверное убьет Да Вот Убил с одного удара Но ворую интеллект Продолжает Смотрите Украл 12 интеллекта То есть получил Три стака Попал Только один стак Я получил Три стака Карл Вот такие вот Дела Продолжение следует... Продолжение следует...